В этом уроке вы узнаете, как находить составное именное сказуемое, чтобы выполнить тестовое задание номер 2. Составное именное сказуемое имеет следующую структуру. Приименная часть, связка плюс именная часть. Например, он был студентом. Приименная часть был, именная часть студентом. Приименная часть выражает грамматическое значение сказуемого, или грамматическое и часть лексического значения. Приименная часть выражается следующими способами. Способ номер 1. Приименная часть может выражаться глаголом-связкой «быть» в форме одного из наклонений. Был, будет, пусть будет, был бы. Например, пусть добрым будет ум у вас, а сердцем умным будет. Приименная часть выражена глаголом-связкой «будет», сказуемое «добрым будет умным будет». Глагол-связка «быть» может выступать в нулевой форме. Например, он студент. Глагол-связка в нулевой форме, сказуемое «студент». «Мой брат-экономист». Глагол-связка в нулевой форме, составное именное сказуемое «экономист». Способ номер 2. Приименная часть может выражаться глаголами-связками «являться», «казаться», «становиться», «стать», «сделаться», «оставаться», «оказаться», «считаться», «выглядеть». Например, сюжет романа оказался оригинальным. Составное именное сказуемое оказался оригинальным. Приименная часть выражена глаголом-связкой «оказался». На улице становится холодно. Составное именное сказуемое становится холодно. Приименная часть выражена глаголом-связкой «становиться». Способ номер 3. Приименная часть может выражаться глаголом-связкой со значением движения, состояния, деятельности. Например, идти, бежать, вернуться, сидеть, стоять, работать, жить и другие. Например, осень пришла дождливая. Составное именное сказуемое пришла дождливая. Приименная часть, глагол-связка, пришла. Мы вернулись домой усталые. Составное именное сказуемое вернулись усталые. Приименная часть, глагол-связка, вернулись. Он работал дворником. Составное именное сказуемое работал дворником. Приименная часть работал. Именная часть обозначает лексическое значение составного именного сказуемого. и может быть выражена однословно и неоднословно. Разберём примеры однословного выражения именной части. Например, именная часть составного именовсказуемого может выражаться именем существительным. Он дворник. Именная часть существительная дворник. Юбка была в клетку. Именная часть существительная в клетку. Именем прилагательным в полной, краткой и в форме сравнительной степени. Иллюминация была красочной. Именная часть выражена полным прилагательным красочной. Этот процесс интенсивен. Именная часть выражена кратким прилагательным интенсивен. Он стал выше отца. Именная часть выражена прилагательным в сравнительной степени выше. Причастием. Письмо не было распечатано. Именная часть выражена кратким причастием «распечатано». Воздух сегодня опьяняющий. Именная часть выражена полным причастием «опьяняющий». Именем числительным. Дважды два – четыре. Именная часть выражена числительным четыре. Их изба была третья с края. Именная часть выражена числительным третье. Местоимением. Он не такой. Именная часть выражена местоимением такой. Наречием. Разговор будет на чистоту. Именная часть выражена наречием на чистоту. Разберём примеры неоднословного выражения именной части. Например, именная часть составного именного сказуемого может быть выражена словом с количественным значением плюс существительное в родительном падеже. Юноша был лет 20. Именная часть лет 20. Существительным, зависимым от него словами. Он лучший ученик в классе. Именная часть лучший ученик. Мужчина был высокого роста. Именная часть высокого роста. Фразеологизмом. Он стал притчей во языцах. Именная часть стал притчей во языцах. Это фразеологизм, который обозначает «стал очень известным». Следует избегать ошибок при выделении составного именного сказуемого. Неверно могут определяться границы составного именного сказуемого. Например, сюжет комедии оказался оригинальным. Неверно выделить только слово «оказался» или только слово «оригинальным». Переименная часть «оказался» выражает грамматическое значение сказуемого. Именная часть «оригинальным» выражает лексическое значение сказуемого. А на следующем уроке мы обсудим с вами, как правильно выделить грамматическую основу в односоставном предложении. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Субтитры создавал DimaTorzok